Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Меня зовут Сухова Дарья, и сегодня я хочу ответить на ваши вопросы, которые вы прислали мне, про дизлексию. Меня часто спрашивают, как я стала заниматься проблемами дизлексии. Дело в том, что когда я училась в школе, я сама страдала дизлексией. Мне было очень трудно научиться читать. И хорошо вслух я научилась читать только тогда, когда стала заниматься с детьми с проблемами дизлексии. В школе мне крайне сложно давалось чтение. И, конечно же, в тот момент еще не существовало других методик, было только послоговое чтение. И меня учили читать слогами. В результате читать более-менее хорошо про себя я начала к 11 годам. А вслух я также продолжала читать с большим количеством ошибок. Дело в том, что при чтении про себя наш мозг работает по-другому. Поэтому все люди читают про себя правильно. Однако, когда я выросла, меня заинтересовала профессия психолога. И, получив психологическое образование, я начала с детьми потихоньку заниматься проблемами дизлексии. К тому же оказалось, что у моего собственного ребенка тоже проблема с дизлексией. Следующий вопрос. В чем причина, что школьные учителя не помогают детям с проблемами дизлексии? Дело в том, что учителями русского языка и литературы, филологами, обычно становятся люди, у которых прекрасно идет грамотность и чтение. Им никак нельзя понять человека, который не может читать, который не может грамотно писать. Им кажется, что ребенок ленится, когда не делает то или другое. Или просто неправильно делает домашние задания. Однако, ребенок, у которого дизлексия, он воспринимает информацию совершенно иначе. У меня был такой случай, что ребенок пишет слово «грипп», оканчивающееся на «п». Я его спрашиваю, почему здесь буква «п» у тебя, объясни. Он мне отвечает, что потому что проверочное слово к нему будет «гриппы». Поскольку «гриппы», то и «грипп». То есть, вот это и есть мышление ребенка с дизлексией. И объяснить учителю русского языка, который с самого начала пишет грамотно, понимает все правила, прекрасно читает, это крайне сложно. Следующий вопрос. Кто может справиться с проблемами дизлексии? Кто, на мой взгляд, может справляться с проблемами дизлексии? Поскольку я училась в нашем отечественном ВУЗе, получала такое стандартное образование по психологии, то и нам давали стандартные методы работы с дизлексией, как работают логопеды, как работают психологи, как работают дефектологи. Закончив институт, я начала работать с детьми с такими проблемами. Однако, очень быстро обнаружила, что большинство методик не работает. Например, большинство специалистов логопеды считают, что обязательно при работе с дизлексией нужно учить детей читать слогами. Несмотря на то, что по слоговое чтение им вообще не дается. Второе крупное заблуждение в том, что при дизлексии необходимо делать звукобуквенный анализ. То есть, как считается традиционно, что ребенку диктуют текст, он должен его перевести в звуки, звуки он должен перевести в буквы и написать, что он услышал. Однако, грамотно мы пишем тогда, когда услышав слово, мы представляем образ слова зрительно, то есть, мы прям нам говорят корова. Мы видим слово корова написанное и списываем его по элементной зрительной памяти. Совсем не нужно никакие буквы ни в какие звуки переводить. Это можно делать просто благодаря зрительной памяти. Подтверждение этому, то, что глухие дети пишут как раз грамотно. Подходит ли детям школьная программа? Могут ли дети с дизлексией выполнить требования школьной программы? Могу сказать по себе, что когда я училась в школе, мне настолько был непонятен русский язык, мне было непонятно ни одно правило. То есть, даже когда я сдавала русский язык в восьмом классе, мне удалось выучить как следует только один билет. Чтобы выучить этот один билет, мне понадобилось целых четыре дня. Слава богу, что билеты, было известно, как положат билеты, что их просто не перемешивали, а подложили подряд. Я вытащила этот один билет, который выучила, и смогла ответить его на пятерку. Детям с дизлексией абсолютно непонятно ни что такое приставки, ни что такое основа слова, ни что такое суффиксы, ни окончания. Большинству детей в школе тоже не очень понятно многие правила русского языка. Так, например, падежи проходят во втором классе, и если любого ребенка во втором классе вы спросите, что такое падеж, он вам ответит, что это именительный, родительный, дательный, перечислит все вопросы, на которые они отвечают. Но для чего нужен падеж, вам не ответит ни один ребенок. То есть дети не могут сказать, что падежи нужны для того, чтобы согласовывать слова в предложении. А тем более это вообще непонятно дизлектику. Для него это еще большая абстракция, чем для обычного ребенка. Поэтому школьная программа детям с дизлексией, она никак не подходит. Детям с дизлексией крайне сложно понять школьную программу по русскому языку. Их крайне сложно этому обучить. Поэтому я предлагаю учить детей совершенно по-другому. Я предлагаю учить их грамотности так, как выучилась я. То есть когда я получила высшее образование психологическое, я поняла, что грамотность зависит от зрительного памяти на слова. Я просто начала выучивать слова целиком, выучивать словосочетания. И тогда к 30 годам я научилась писать грамотно. Также я работаю со своими детьми, которых обучаю писать грамотно. То есть мы запоминаем слова зрительно, диктуем их побуквенно, сложные вещи. Мы запоминаем словосочетания. И когда ребенок набирает определенный запас зрительно, начинает писать грамотно. И только уже к сдаче экзамен, это ОГЭ или ЕГЭ, мы тогда начинаем разбирать с детьми правила. Поскольку ребенок к этому возрасту уже взрослый, у него совершенно по-другому работает мозг, он уже способен освоить то, что от него требовалось во втором классе, и он не мог это сделать. Следующий вопрос. Почему следование советам психологов и специалистов и логопедов часто не помогает? Как я уже говорила раньше, чтобы понять, что может или не поможет ребенку, нужно представлять, что у него происходит в голове. Если человек, который стал логопедом, всегда писал грамотно, всегда легко выделял эти звуки, буквы, то ему это понятно. Однако ребенку это непонятно вообще, у него мозг работает по-другому. Именно от того, что они сами на себе не прочувствовали вот эти все вещи, они не могут объяснить ребенку, что действительно нужно делать. Что помогло мне освоить школьную программу? Мне повезло, что моя мама отдала меня рано заниматься музыкой. Музыка очень помогает детям с дизлексией преодолеть сложности. Однако сложности возникают и при занятии музыкой, потому что ребенок как не может переводить звук в букву, так и не может переводить звук ноты в знак на нотном стане. Это очень сложно. Поэтому таким детям, конечно, лучше всего заниматься для начала с рук. Просто от того, что он одновременно поет, повторяет за учителем движение, мозг развивается, и ребенок может освоить постепенно и школьную программу. Потому что развиваются те зоны мозга, которые отвечают за то, чтобы началось освоение программы. Следующий вопрос. Могу ли я привести конкретный пример конкретного ребенка из моей практики, как я обучала читать? Так получилось, что мой ребенок, как я уже говорила, тоже обладал дизлексией. Ему очень сильно повезло в том плане, что когда я училась на психолога, я познакомилась с методикой обучения словам целиком, чтению. То есть запоминание слов целиком. И вначале мы с ним к моменту обучения к чтению, к пяти годам, он узнал более тысячи слов, просто распознавая по написанию. То есть изначально мы учили картинку плюс слово, а потом в результате, когда он запоминал картинку плюс слово, мы переходили к словам, и он помнил громадное количество слов, как они выглядят письменно и печатными буквами. И к моменту, когда надо было научить его буквам, он буквы очень хорошо уже запомнил и в этом трудности не испытывал. Однако, когда в детском саду начали учить читать по слогам, тут началась очень большая путаница. Он не мог читать по слогам, он их переставлял, путал. Поняв, что у него такая проблема, я сразу попросила больше с ним не читать и отдала его заниматься музыкой. После того, как он прозанимался год музыкой, мы стали работать с этими же карточками, выбирать из карточек буквы, выбирать из карточек сочетания букв. И постепенно обучились читать. Дальше мы читали пирамидками. В принципе, именно эта методика, как я учила читать своего сына с дизлексией, легла в основу моего букваря. Именно таким образом мой ребенок зачитал. И, кстати, к первому классу он читал 120 слов в минуту. Однако, потом начали возникать другие сложности со смыслом, сложности в математике со столбиками. И много других сложностей, которые возникают у детей с проблемами дизлексии. Постепенно в наших роликах я буду рассказывать про разные сложности и как можно их преодолеть. Что бы я посоветовала родителям таких же детей? Первое. Я бы посоветовала ни в коем случае не обучать послуговому чтению, а обучать именно тем принципам, которые рассказываю я. Чтению. Дети у вас зачитают значительно быстрее и к тому же будут писать грамотно. Когда вы учите их читать, обращайте внимание на слова, чтобы дети выучивали как можно больше слов зрительно. Когда дети начнут писать слова в школе, нужно обязательно учить их писать по-буквенно. Не как вот в школе говорят, диктуем себе слово по слогам. Нет. Вы обучаете детей диктовать себе слова по буквам. Например, Белка. Он диктует Б-Е-Л-К-А. Тогда он напишет каждую букву. В дальнейшем требовать от ребенка только то, что он может сделать сам. Если вы видите, что ребенок физически не справляется с падежами, с падежными окончаниями, с какими-то еще правилами русского языка, помогайте ему. Просто делайте за него и пусть он сам как-то попробует придумать, как ему запомнить то или иное. Если не получается, значит отложите это на потом. Он вырастет и обязательно разберется во всех трудностях. Какие книги о дизлексии, я считаю, лучше всего подходят для того, чтобы понять, что такое дизлексия. Самая лучшая книжка про дизлексию – это Рональда Дэвиса «Дар дизлексии». Поскольку Дэвис сам страдал дизлексией, он описал все это изнутри. Как действительно ребенок воспринимает, с какими проблемами он сталкивается. И как эти проблемы можно решать. Здесь хочу еще сказать, что меня очень удивляет, что логопеды и дефектологи, и психологи продолжают работать, не учитывая эту замечательную книжку. Большинство из них как бы все равно наставят на слоговом чтении, на звукобуквенном анализе и на многих тех вещах, которые дизлектик просто не может делать. И если бы они были знакомы с другими методами работы, наверное бы они все-таки старались подстроиться под ребенка с его реальными проблемами. И тут очень важно идти не от того, как это правильно делать кому-то, а от того, как это понять ребенку. Или идти от конкретного ребенка, от его конкретной проблемы, а не навязывать ему чужую стратегию действия, которую он тем более не может освоить. Спасибо за внимание. Задавайте нам больше вопросов. Мы с удовольствием на них будем отвечать. Ставьте лайки, приглашайте друзей смотреть наш канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok